Друзья, а я вам напоминаю, что партнером нашего Гембо подкаста является компания Marine Health, которая завозит японские БАДы. Кто не знает, БАДы это биологически активные добавки, которые помогают здоровью ваших сосудов, а также повышают ваш иммунитет. Принимайте БАДы, я сам их принимаю. Вы знаете, я фанат Японии и даже не столько Японии, сколько японского качества. Поэтому я доверяю японским БАДам. Покупайте, принимайте, следите за своим здоровьем, да пребудет с вами энергия. Добрый вечер, друзья. Итак, мы начинаем наш очередной Гембо подкаст. Это уже второй сезон, третий выпуск нашего Гембо подкаста. Время летит незаметно, быстро, к сожалению. С годами оно бежит еще быстрее, что достаточно сильно огорчает пожилых людей. Типа меня. Но вот мы как раз таки сегодня поговорим об этом. Мы поговорим об энергии, о том, как управлять энергией, как сохранять, восполнять, прекращать утечку энергии. И об этом все мы поговорим с нашими гостями, которые сейчас сами представят себя по нашей традиции. И дальше мы начнем нашу тему. Но до этого я хотел бы напомнить вам еще раз, что Гембо подкаст это подкаст, где мы собираем не экспертов. Мы собираем бизнесменов, деятелей искусства, культуры, спортсменов, интересных людей, с которыми можно было бы сидеть вот так за столом и просто как вы на кухне общаетесь. Точно так же это кухонные посиделки, но с одним исключением, что мы говорим не о чем попало, а о конкретной теме, которая интересует наших зрителей. Второе, что я хотел бы вам напомнить, что слово Гембо, что значит слово Гембо? Дело в том, что в кайдзе технологии, фанатом которой я являюсь, существует такое понятие Гембо. Гембо – это то место, где произошла проблема или то место, где принимается решение о том, как решить эту проблему. Обычно, если взять это производственное предприятие, проблемы происходят в цеху. Так вот, начальники поднимают свою задницу, идут в цех и там в цеху, разобравшись с проблемой, там же принимают решение. Поэтому мы не случайно назвали наш подкаст «Гембо подкаст» – это то место, где разбираются проблемы и принимаются решения. Кухня. Кухня. Итак, поехали. Слева направо. Всем привет. Благодарю за приглашение Марглан Калевич. Имею честь здесь находиться. Меня зовут Аманжов Дамир, я являюсь предпринимателем, также общественным деятелем и также сейчас являюсь членом Совета по молодежной политике при президенте Республики Астан. Все. Передаешь эстафету? Всем привет. Меня зовут Сергей Романович. Я в прошлом активно снимался в кино, сейчас предприниматель, блогер, путешественник. Меруэрт. Я являюсь профессиональным спикером и возглавляю ассоциацию спикеров СНГ в Казахстане. Ну и также учу людей не просто говорить, а говорить так, чтобы их услышали и слышали. Профессиональный бизнес-тренер. Всем вассаламу алейкум. Меня зовут Алимжан Тукамов, я предприниматель. У меня два проекта, ну они оба смежные. Первый это строительная компания, но здесь мы как бы представляем узкую нишу, вентиляцию, все что связано с вентиляцией. И второй проект это производство стеновых приточных клапанов. Это такие коробочки, которые стоят возле радиатора для того, чтобы свежий воздух всегда поступал в помещение. И это напрямую зависит, от этого напрямую зависит энергия. То есть если в помещении нету кислорода, то энергии не откуда браться. На любом мероприятии, на любом подкасте можно говорить. Потом еще я писатель. Моя книжка, я написал книжку детскую 10 плюс. Томас и тайна семейного амулета. Сейчас продается в сети меломан, поэтому милости просим. Еще композитор написал гимн для кайзи клуба. Кстати, очень хорошие. А все это благодаря чистому воздуху. Все это благодаря маленькому приборчику, который вы прикручиваете рядом с батареей и он дает энергию. Да. Очень классное начало. На самом деле Алимжан еще по пути хорошо продался то, чем он занимается и связал это с энергией. На самом деле все можно в этой жизни связать с энергией. Все. На самом деле трудно представить, что даже материальные объекты, это уже ученые доказаны, что расстояние между микрочастицами, просто там космические масштабы. Я читал, что если брать микрочастицу, ядро, это как булавочная головка, а электрон от него на расстоянии... Вот представьте, стадион Лужники на последнем ряду. Электрон, а ядро в центре поля. Этот электрон находится на последнем ряду в виде тренисного мячика. И вот это вещество. Так это вещество или пустота? В основном получается пустота. И получается этот мир больше энергии, нежели вещество. Я, наверное, криво объяснил, но даже вот это... Я постараюсь объяснить проще. Смотри, вот этот стакан, да? Это кажется твердым веществом, да? Но если брать молекулы этого стакана, дойти до его атома и ядра, так вот расстояние между ядром и электроном будет как между тенистым мячиком и булавочной головкой на стадионе Лужники. То есть получается, он весь состоит из пустоты. И отсюда ученые говорят, что мы все-таки этот мир, этот энергетический мир, весь он состоит из энергии. Вообще нехватка энергии, это становится глобальной проблемой в мире. Эта тема очень актуальна. Причем я не говорю про энергию тепловую, электрическую и так далее. Это вот именно наша жизненная сила, жизненная энергия. У меня есть статистика ВОЗ за 21 год. Я думаю, она даже всю картину не отражает. Здесь пишется, что 280 миллионов человек страдают от депрессии и упадка сил. Ну, зная своих знакомых, зная тот круг общения и видя, как многие люди действительно уходят в прокрастинацию, апатию, депрессию и так далее, мне кажется, эта цифра точно занижена. Ну, как раз мы сегодня об этом поговорим. И просьба к нашим зрителям, тоже напишите, если это как-то с вами связано, если вы сами видите, что действительно людей, потерявших жизненные силы и энергию много, напишите свои случаи, либо скажите, поставьте плюсики. Вот это и не вебинар, но тоже какая-то активность. Итак, первый вопрос. Расскажите, были ли у вас ситуации, когда у вас не было энергии и вы попадали в депрессию или, может, в апатию, или были на грани этого? У нас, смотрите, порядок за столом такой. В первую очередь, если хочет высказаться девушка, она имеет приоритет. Как классно. Да, она может говорить всегда и много. А так как у нас четверг, мы будем брать количество, она будет брать время. Потом по возрасту. Да. Ну, мне повезло. Потом по возрасту. Потом по гражданству. Да, да. Самый молодой. Итак, переверну. Я начну, скорее всего, сразу, Маргулан Галевич, с боли, которая знакома большому количеству женщин. Я буду говорить с позиции женщины и с личного моего примера. Я помню 2018 год, август месяц. У меня за спиной 12 лет, как у меня уже была компания. Я, как бы, казалось, достаточно известный тренер своей отрасли. Но я просыпаюсь в своей новой трехкомнатной квартире. Я понимаю, что ничего не хочу делать. Я, по сути, позитивно настроенный человек. Конечно, в своей трехкомнатной квартире. Которую еле достигла. Жизнь удалась. Что тебе еще делать? На тот момент, казалось бы, потому что, если узнать мою историю, то она как раз началась с работы официантки и уборщицы квартир. Поэтому для меня это, казалось бы, на тот момент большое достижение. И я помню, когда я проснулась утром и думала, что по базовым потребностям я уже закрыла все. Я стала для общества успешной, если взять профессия, реализация. Но у меня не было сил двигаться. И это было как раз вот это понимание. И тогда поняла, что вот это, оказывается, называется депрессия. Ты когда утром просыпаешься, а тебе пусто. И ты делать ничего не хочешь. Тебе неинтересна ни твоя компания, тебе неинтересна ни работа, ни базовые потребности, которые ты закрыла, которые раньше были важнее тебе. А еще и за спиной развод. То есть сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что когда мы живем в какой-то гонке за потребностями, которые мы закрываем для себя картинкой успеха, то мы думаем, что вот ради этого мы и живем. И когда человек теряет вектор, вот этот баланс, о котором вы, кстати, говорите, и говорите про счастье и про состояние внутренней удовлетворенности, ко мне это пришло лишь только тогда, что, оказывается, я бежала за внешней картинкой, которую мне наложило общество, что если я была когда-то уборщицей квартир, надо было мирояр, тебе же надо было стать успешной, стать номер один. Общество кричало, это финансовая твоя независимость, это номер один. То понимания о внутреннем состоянии его не было. То есть я очень много работала ради вот этой внешней картинки. То есть ты считаешь, что ты пережила депрессию? Да, да. И ты считаешь, что основная причина твоей депрессии была в том, что ты гонялась не за теми целями? Да. За навязанными целями? Да, да. Когда ты не понимаешь внутри, что для себя в жизни действительности важно, и когда ты приобретаешь, казалось бы, вот эти все внешние твои навязанные обществом потребности, но нет внутренней целостности, то теряется смысл жизни, оказывается, для чего я бежала. Развод, уставшие, проблемы в бизнесе, ну да, есть имя, да, есть крыша над головой, да, есть дети. А для чего? А зачем? И на этой позитивной новости мы пока остановимся. Смотрите, у нас первый раунд такой, мы рассказываем истории про депрессию, апатию попадали, не попадали, а во втором раунде будем рассказывать, как мы из этого выходили. Все. У меня все. Давай, Дима. Домик. Да, Домик. Олег. Сегодня мы все, да? Хорошо, что я одна девушка, не спутайте. Девушка, не спутайте, да? На самом деле, это такой, не то, что тяжелый вопрос, я в депрессию не попадал, вот такого я не считаю, что это была депрессия. Не попадал? Да, не попадал. Ну это хорошо. Почему? Потому что, не знаю, вот, последний год я начал замечать, у нас есть социальный проект, вавилон Тинц, немного предыстория расскажи, у нас там дети от 7 до 17 лет. У нас есть дети, это социальный бесплатный проект, где я прокачиваю навыки детей софт скиллса, навыки ораторской, переговоры, продажи, навыки там арт-терапии, они прорабатывают папу, маму, ну, такой, долго рассказывают. Суть в том, что сейчас у нас дети, типа, 10 лет, и ему говоришь, а что ты там, что ты не делаешь? Он говорит, я выгорел, возможно, у меня депрессия. Десять лет? Десять лет, да. И ты такой, смотришь, 10 лет, и у кого услышал это? И в последнее время вот в обществе начало такое, слишком много такого, да? Я перегорел, я в депрессии, я выгорел. У меня принцип такого, как бы, я мужчина, я не могу перегорать, выгорать, когда у меня есть ответственность, семья, и так далее. И я просто, вот я вообще сам на русского похож. Да, вот даже Дима меня назвали. А вы же, ты не так? Чистый казах я. Чистый казах, да. Пять лет назад я тоже принялась. Не то, что принялась. Похоже, тоже. Судя по внешности, тоже. Да. Я тоже рыжий раньше был, наверное, местность, наверное, перекрасила меня в черный. Вот. Пять лет назад я был атеистом, вообще такой атеист, бога не верил, бывший военный. Бога нету, матерь нету, есть Родина. Вот. Но пять лет назад пришел в ислам. Тоже долгая история. Просто проснулся, начал читать внутренний голос. Пришел просто в один момент ислам. Сейчас практикующий, можно сказать, мусульманин. И вот с того момента, я просто там, любое слово, да, что-то у меня случится, я просто там говорю, альхамдуля, хайер, да, это все по воле Всевышнего. И не ищу такое, знаете, типа, может, у меня депрессия, может, у меня выгорание, надо подумать, надо подумать, может, у меня выгорание, что-то не так. И как бы все сразу, вот, хайер, альхамдуля, значит, так должно быть, я мужчина, у меня есть ответственность, семья, и все. Из-за этого у меня, возможно, нету депрессии. Классно, давай расскажи, ты с какого региона? С Алматы, местные коренные алматинцы. Прямо с Алматы? Прямо отсюда, с поколения, когда еще. Просто есть казахи у меня, вот, в основном это восток. На востоке много казахов, голубоглазых, рыжих, вот много. А у меня ситуация такая, в 12 веке, когда монголы нападали же, мы за границу, монголы, когда уехали, и на берегу, на берегу греции отдыхали, И потом монголы на шесть, я что-то прошел, они вернулись, смотрят, здесь уже все смешалось с монголоидом. Думаю, ладно, здесь останемся. Вот с тех времен остались здесь чисто кромные. Он сейчас сказал, что мы не чисто кромные. Вы же назвали меня Димой. Моя ответка, да? Хорошо, Серега, твоя история. Так, моя история, ну, я попадал, много раз попадал. И из таких самых ярких... Но ты, наверное, как творческий человек, творческие люди, я думаю, они в этом подвержены, я думаю, да. Подвержены? Я-то еще ходил, помню, когда мне было лет, наверное, там, девятнадцать, когда учился во ВГИКе, снимался в кино, слушал там грустные песни Высоцкого, по парку ходил, плакал и думал, что вот, я такой гениальный, поэтому я должен страдать, ведь все гениальные люди, они страдают, они плачут. Я себя этим тешил. Вот, потом в какой-то момент тоже у меня случилась вот история с тем, что я ислам принял, на какой-то момент там все поменялось, потом как-то опять, даже религия же в какой-то момент для человека становится обыденным, обыденной вещью, если он каждый раз свое сердце не обновляет, скажем так, не укрепляет. И я попал в такую тоже какую-то жесткую апатию, когда я жил в хостеле, хотя уже снимался там и в кино, и деньги были, но я жил в двенадцати местном капсульном отеле, в одной из капсул, просто ничего не хотел, ложился спать в семь утра. Это где? Вот в Москве, в Москве был. Да вот в Алма-Ате. Капсульный отель есть? Да, да, там есть капсульный отель, и я говорю, вот, люди, кто меня узнавал, то есть меня показывают в кино, там, по ТНТ, а в кинотеатры выходят фильмы, и тут там, ну, выходит парень просто, и видит, как я из капсулы такой вылезаю с утра, и он вообще в непонятках, что происходит. Фактический кризис, думаете? Да, и он думает, что ты здесь делаешь вообще? Вот, потом, ну, я говорю, у меня такой период был, когда мы, вот, наверное, на протяжении года, я ложился спать там в семь-восемь утра, спал там до четырёх-пяти, выходил, гулял опять вот так до семи утра, тусовался, ничего не делал, вот, и этот жёсткий был такой период у меня. И тоже вот в Америке недавно, так получилось, что я там полетел в Америку, был там полгода, поехал без семьи сам, и первые два месяца жил в калилинге, в хостеле тоже, там уже было восемь мест, я пошёл на понижение, и я два месяца тоже ничего не делал, я просто вот в этой капсуле просыпался, сидел там, вылезал только поесть, сходить в уборную, намаз почитать, и всё, я обратно в эту капсулу, и, ну, потом расскажу, как из этого вылез, но вот у меня такие периоды, они несколько раз были, когда я проваливался просто вот в жесточайшую апатию, когда ты, у тебя вроде бы всё есть, да, как мы говорили, а ты ничего не хочешь, думаешь, зачем, для чего, чтобы что, и ты такой просто вот, просто спишь, ешь, и всё, и вот весь твой, как каждый день вот так примерно происходит, так что да, я там был. Рядом сели как раз, один никогда не был, а другой ветеран, можно сказать. Мне тоже интересно, вот, если брать, там, казахских батыров, да, там, 1600-й год, 1500-й год, они тоже интересно были, я не пойду на войну, в Юрте сидит, депрессия, наверное, или выгорание у меня, выводим такое обсуждение тоже. Я думаю, у всех было, мы же знаем, что говорили даже, что и пророк печалился в какой-то момент, да, или там люди начинали печалиться, или у них там вера слабела, поэтому я думаю, это достаточно. Ты просто не даёшь себе в неё посмотреть, может, ты так её берёшь, только на вот эту хрящу убираешь её с дороги, пошёл Аллах, может быть. Мы придём до причин, Аль-Джан. Ну, смотрите, если брать 365 дней в году, у меня, наверное, в году есть в ней 10-15, когда просто мне не хочется ничего сделать, я там дома лежу, валяюсь. А так, как у Дамира, у меня тоже таких депрессий никогда не было, потому что я практикующий мусульманин уже лет 20, наверное, около 20 лет. Поэтому, то есть, вся моя депрессия, там, в пятикратном намазе, ты когда в садждал ложишься, там, жалуешься, делишься, советуешься и так далее. То есть, как таковой депрессии у меня тоже никогда не было, слава богу. У меня четверо детей, там, мне не до депрессии. Парни стучаться, у меня депрессия, идите, да? У меня, наоборот, энергии много, я вот поэтому и вступил в Кайдзен-клуб, потому что, как бы, окружение тоже есть такое, которое там тебя не поддерживает где-то, а здесь я нашёл, блин, настоящих таких друзей, единомышленников, мы там с ними за этот год, вот ровно год будет, как я вступил в Кайдзен-клуб, мы куда только не ездили. В Багик-тур только не ездили и на Балхаш, кстати. А так много где были с одноклубниками, поэтому депрессия это не про меня. Хорошо, мы взяли крайность, апатия, депрессия. А теперь давайте поговорим о том, что является причиной утечки энергии. Вот назовите, вот я классифицировал пять вещей. Первое – это люди, второе – это ситуации, третье – события, четвёртое – это действия какие-то, и пятое – это время. Потому что я заметил в своё время, что у меня в какое-то время энергии всегда много утром, в какое-то время всегда мало. Ну, то есть, вот в вашем случае, что является источником утечки энергии? Мы не говорим сейчас про апатию и депрессию. Апатия и депрессия – это крайне, когда ты уже максимально истощён, всё, ты пластом. Ну, вот к вашему я бы добавила отсутствие фокуса на теле. То есть мы же на тело же внимания не обращаем, на состояние тела. И мы просто тело используем, используем, используем. Мы же не делаем практики, ну, как кроме спорта. А другие расслабляющие техники мы же не делаем для тела. Мне кажется, когда мы перестаём обращать на тело, тело просто даёт сбой, и всё, и утечка энергии. Вот к тому, что вы добавили. Добавила бы. Тело сбой даёт оно в каком случае? Когда ты делаешь что-то не то. Отсутствие радости – это же тело даёт признаки. Нет, нет, я считаю так. Тело – это, условно, орган, который теряет энергию, либо приобретает энергию. Но сами причины – это люди, когда ты общаешься с негативными людьми, ты теряешь энергию. Когда ты попадаешь в ситуации, бывает негативное – раз – в аварию попал, оба. Ты теряешь энергию. Бывают действия, которые у тебя высасывают энергию. Ты делаешь какие-то действия. Ты же, заметь, во всех этих случаях тело работает. Ну вот, а вот как раз ты не обращаешь внимание, насколько оно у тебя в состоянии таком напряжении, чаще всего, и это тоже утечка энергии. Потому что когда человек расслабляет максимально своё тело и убирает напряжение в теле, то даже сталкиваясь с неприятным человеком, он считывает с тела информацию, что сейчас у меня идёт какая-то такая реакция, и он, управляя своим телом, сохраняет свою энергию. То есть я говорю, мы очень мало фокусируемся на том, как чувствует себя наше тело. Ну вот в твоём случае скажи, что у тебя забирает энергию? Ну, у меня забирает энергию вот как раз люди, ситуации, которые вы проговорили, которые происходят, которые ты не ожидал, там, например... Можно вот более конкретно? Более конкретно? Ну, например, вот сейчас, только перед тем, как выехать сюда, у меня были два часа консультации. Передо мной сидят спикеры, у которых высокий уровень напряжения. То есть это настолько они напряжены, и когда ты им даёшь разъяснение, как выстроить их речь, они тебя не слышат, они очень напряжены. И вот я ощущаю, что я начинаю реагировать на них их же напряжением. И, соответственно, у меня происходит утечка энергии. И я в этот момент делаю вдох-выдох, я говорю, так, подожди, это их напряжение, на себя не бери их напряжение. И я начинаю осознанно говорить замедленным голосом и не брать их напряжение на себя, потому что они высоко напряжены. И, соответственно, когда они мне говорят свои мысли, они с вот этим высоким уровнем напряжения начинают меня цеплять. А моя задача в это время считать, что со мной происходит. И я прям чувствую, что у меня сил не остаётся с ними дальше коммуницировать. Я делаю вдох-выдох внутренний и говорю, так, подожди, подожди. Это их картинка, это не моя. И я начинаю в своём ритме с ними работать. И потом, пока к вам ехала в такси, там, сделала 5-7 минут практики. А ещё что у тебя в течение дня, что забираете? В течение дня, ну вот сейчас я пришла к тому, что у меня мало что забирает вообще энергию, потому что я убрала токсичных людей со своего окружения. Я не иду в проекты, которые мне не нравятся. Я больше делаю то, что мне по душе. И поэтому, ну, может быть, когда на слойка много работы. Ну, там, например, вот сейчас консультация, потом консультация, потом туда ехать. Когда большой объём работы впихиваешь в один день, то прям ощущаешь местами, что у тебя энергия теряется. Альбжан? Ну, я тоже. Что забирает энергию? Что тебе не нравится, что забирает? После которого ты вот как выжатый. Да тоже такого редкого у него бывает, я даже не могу вспомнить. Сегодня мы ещё. Сверхлюгые! Одни оттуда, что ли? Заряженные. Нет, он токсичные люди, однозначно. Можешь подсказать, как жить, когда очень много энергии? Вода заряженная. Что делать с депрессией? Нет, смотрите, Марглан Калкович, например, у меня мобильный телефон забирает энергию. Я сейчас вот подумал, и я вот сейчас пытаюсь себя там ограничить по оси восьми и выключать, но никак не получается. Вот мобильный телефон забирает энергию. Ну, наверное, там, мобильный телефон... Потому что туда зависишь. Смотри, Альбинан, мобильный телефон — это просто железяка и со стеклом. Там, наверное, всё-таки что-то другое, что забирает. Да я не знаю, просто жалко времени, жалко времени. Потому что я время трачу на эти вещи, а мог бы там, например, с детьми время посвятить. Ну, позвольте, у тебя энергию забирает действия, которые непродуктивные действия. Непродуктивные действия, правильно вы говорите. То есть ты скроллишь, там, новые новости. И если в помещении нет кислорода, свежего воздуха... А у него, думаю, хорошо установлены эти датчики у вас. Конечно, потому что кислородное голодание... Ты просыпаешься... Понятно. Да, углекислым газом надышавшись. Так... Дамир? Ну, по поводу энергии. Наверное, если вот то, что вы всё назвали, на самом деле есть, да? Это самое главное, это общество, в котором окружение ты находишься. Бывает же, приходишь, и там все ноют. Один ноет, второй ноет, там, третий ноет. Ты начинаешь уже об этом задумываться, погружаешься и таким же становишься. Да, говорит же, 90% успеха — это окружение. Но если затронуть тему, это, наверное, долги. Мне кажется, это долги, именно вот, если брать общество, да, это все кредиты, да, там, наверное, 50% на Каспии аккредитованы наши, да, там... Точно. 50% вот. Мне кажется, это долги. Почему? Потому что, на самом деле, я сам в такой ситуации был, и общество, мы так тоже вот такие открытые беззавтаки проводим и так далее. У всех вот проблема. Вот, говорит, я не могу начать, потому что я боюсь. Почему боюсь начать? У меня забирает энергию, начинает долги. Если у меня вот долги, у меня есть, например, я не могу из-за этого ни права не сделать, ни влево, ни сделать. Я не открываю бизнес, потому что у меня есть долги. Я это не делаю, потому что у меня есть долги. У меня эта энергию забирает. Соответственно, человек, как бы, на это обращает внимание. Потому что для меня энергия — это внимание. Вопрос, куда ты отправишь свое внимание. Если ты хороший, то хорошее увеличится. Если плохое, то плохое увеличится. Но трудно, да, контролировать, когда у тебя есть плохое. Вот трудно делать хорошее, делать вид, что ничего, типа, не происходит. Когда оно у тебя есть. Да, когда у тебя есть, там, долги или что-то плохое. И как бы, ну, как бы с вами же говорится, там, всю жизнь ты будешь бороться с самим собой только, да? И вот, как бы, человек реально сам с собой борется постоянно. И побеждает тот, кто вот реально прям пытается фокус перенести на хорошее, этот человек растет. Но большое общество, большое количество людей в обществе перекидывает именно на негатив, вот на эти долги, и, соответственно, как бы уходит в минус. Я считаю, что это самая большая, прям, номер один проблема в обществе. Это правда, это правда. Проблема заемщиков и вообще людей, у которых есть долги, в том, что у них взгляд всегда обращен не на то, что у них есть, а на то, чего у них нет. И они, соответственно, все внимание у них направлено на то, на нехватку, на дефицит, на то, что у них нет. У них нет возможности погасить долги, значит, нет денег, соответственно, они только думают о том, чего у них нет. У них нет денег. Больше внимания они обращают на это, соответственно, денег становится еще меньше. Поэтому долги, реально, это большая катастрофа в Казахстане, особенно с этим закредитованностью населения, это большая проблема. Так, Серёга, у тебя что забирает? Я думаю, самое основное, то, что меня забирает, это именно с точки зрения убеждений. Потому что убеждения же формируют и окружение вокруг тебя, и действия, которые ты совершаешь. Убеждения сделать так, у тебя будет либо праведный контекст, либо негативный. Действия целевое или нецелевое. Поэтому это фокус настроен или не настроен, всё с точки зрения убеждений. А именно, что ты хочешь, к чему ты идёшь, как ты свою жизнь встраиваешь, какая у тебя вообще есть миссия. Потому что, когда нет убеждений, человек, он же очень много энергии тратит на то, что в нём сидит куча амбиций, которые он не реализует. И очень часто люди страдают тем, что он говорит, я чувствую, что у меня потенциал есть. Но он ничего не делает, и от того, что он ничего не делает, это его изнутри разрушает. Он сгорает и как раз проваливается вот в эту бездействие, апатию, потерю сил, энергии. Потому что мотор-то, он работает, и он как бы такой, давай-давай, что-то сделай. А он ничего не делает, и он просто из-за этого, у него внутри начинается как бы вот горение. Особенно когда молодой. Когда вот это 10 молодое, юнический максимализм. Когда выраст, ты начинаешь жалеть, это тоже у тебя забирает. Что-то не съел. А, блин, не успел, а не сделал, начинаешь оборачиваться. Интересно, что в молодости у людей амбиций много, а возможностей мало. И вот этот разрыв между амбициями и возможностями страшно бьёт на человека. Соответственно, вообще механизм как происходит? И механизм долгов тоже, кстати. У человека по молодости много энергии, много амбиций, а возможностей мало. Но человек хочет достичь большего, из-за этого он идёт кратчайшим путём. Он не может развить терпение, он не может основательно о чём-то думать, он стремится, он спешит. И когда спешит, он срезает углы, он берёт долги, он берёт под недоработанный проект, инвестиции привлекает необдуманно и в конце залетают долги. Он берёт кредит в надежде, что отобьётся быстро и так далее. И вот это всё приводит... Основа, вот я соглашусь с тобой, Серёга, что убеждение. Убеждение, основа. В этом плане ислам, конечно, оберегает от многих ситуаций депрессии и апатии, от основ, потому что ислам формирует правильное убеждение. В исламе же говорится, что Аллах вознаграждает за две вещи – за принятие риска и за проявление терпения. Берекатт приходит за это. Поэтому это важные вещи. Насчёт долгов ты классно сказал. Мы два предыдущих подкаста посвятили именно долгам. Долги – это, на самом деле, такое большое бич общества. Когда человек имеет долги, он ни о чём, по-моему, другом думать не может. Особенно, если через день ему присылают смс-ки, коллекторы. Я даже не представляю, как можно о чём-то думать, о чём-то позитивном. Но при этом мы на прошлых подкастах когда говорили, говорили о том, что мы, к сожалению, переоцениваем значение возраста. Хитрость заключается в том, что люди не платят долги, да? Не платят, не возвращают долги, да? Но при этом у них высочайшее чувство долга. То есть они себя в ловушку загнали, что долг – это настолько всё плохо, что вот надо вернуть, надо… Но сами при этом не возвращают. Сами деньги тратят на что попало. Но вот это чувство долга их давит. И один из советов у нас как раз-таки был – расслабьтесь, идите к кредитору. Если не можете выплатить, скажите, что не можете выплатить. Но при этом скажите, что у вас есть. Главное – проявите, покажите намерение. То есть долг – это не что-то такое незыблемое. Даже Конституцию он сколько раз меняет, что говорит про кредитный договор. Идите и договаривайтесь с кредитором. Это вопрос переговоров. Кредитор же тоже не идёт просто с вас выжимать соки, если у вас, тем более, их нет. Предлагайте план, вместе обсуждайте. Кредитор – это первый человек, который готов… Заинтересован. Да, где-то заинтересован вам подсказать, посоветовать, как выйти из этой ситуации. И ищите решение у кредитора. Вообще, есть такой хороший лайфхак. Вообще, на будущее, наверное, всем интересно будет, что всегда выход из любой ситуации находится там же, где и вход. Кажется, мистер очевидность, да? Ну, смотрите, это как помещение. Вход – дверь. С той стороны, когда ты заходишь, ты заходишь через дверь. Вот она – дверь. Но и выход тоже через дверь. То есть там, где вход – там и выход. Соответственно, если ты попал в ситуацию долгов из-за кредиторов, то и выход из ситуации через кредиторов. Вот это очень важно помнить. Поэтому всегда обращайте внимание. Или, например, вы попали в какую-то ситуацию, из-за которой вы теряете энергию. Соответственно, и выход там же. Разберитесь в этой ситуации, почему вы теряете энергию. Раз вы в эту ситуацию попали, вы попали туда не зря. То есть, главное всегда помнить, в любой тяжелой ситуации выход находится там, где и вход. Как вы в эту ситуацию попали, туда и идите. Вот книга из Эдамурад Давлатова, вот так, «Долги тают на глазах». Очень классная книга. Там, ну, книга сколько там, листов 300. Вот все описывает. До детально прям. Все моменты. Вот тогда мы всем рекомендуем, так как у нас сегодня подкаст не про долги, но долги, кстати. Так как мы говорим, в мире все энергия, то деньги это тоже энергия. Соответственно, когда ты взял у кого-то взаимоэнергию, и должен вернуть с процентами эту же энергию. Поэтому у тебя и нет энергии. Это, знаете, как говорится, сейчас хейтеры в комментариях могут писать или всегда говорить, типа, конечно, вам же легко говорить, у вас же нету долгов. Вот. Самое распространенное слово. Поэтому нам легко и говорить. Поэтому и нет долгов, потому что мы знаем, как были. Я думаю, у всех были долги. У всех. По молодости у всех были долги. Я думаю, да. Здесь тоже что-то сейчас не происходит? По молодости были. У меня причем были различные ситуации, где я возвращал долги. А были ситуации, где за счет переговоров были ситуации, где мне кредиторы помогали закрыть долги, то есть открывали какие-то новые возможности, подсказывали что-то и так далее. Всякое бывало. Я не говорю про не счесть ситуации, где мне были должны. Я почему эту ситуацию более-менее хорошо знаю, потому что я был и на этой стороне, и у меня должников очень много. И я знаю тут... Вот откуда энергия. С одной стороны, да. Дураку. Могон Калича, а у вас что забирает энергию? В жизни не бывает такой ситуации, когда вот вы дошли до точки какой-то, при которой все, вы перестаете терять энергию совсем. Даже если вы... Смотрите, если вы не теряете энергию, это очень плохо. Энергия происходит застой энергии, она превращается в дурную энергию. Дурную. Вот мы здесь плавно переходим к следующей теме как восполнять энергию. И вот один из методов восполнения энергии вот видели, наверное, практику, когда... Ну я со своими учениками в прошлый раз мы шутили. Горная река там над горной рекой мост и я говорю, повернетесь к реке, повернетесь к горам на раз-два-три все кричим. И там фраза и мы кричим я говорю, вы должны выплюнуть легкие. Ну так называемое. И они потом... И у вас будет... полегчает. Вроде какая-то тупой прием, но работает жестко. Люди приходят, у них давление повышается, потому что они напрягли, давление повышается. они как бы более бодрые, выкрикнули, возбужденные, потому что человек возбуждается. Так вот, смотрите, это выброс негативной энергии. И очень важно, если ты энергию не расходуешь, либо не теряешь, то она застаивается и превращается в негативную. А негативная энергия начинает поедать тебя самого. Поэтому в энергии есть такая хитрость. Чем больше вы ее тратите, тем больше ее у вас появляется. Вы же ходьбу сами практиковали, да, еще? Да, вот я занимаюсь всякой фигней. Вот я пытаюсь загрузить себя полезными делами, но когда нет полезных дел, между ними я вставляю любую активность. Причем активность это не только физическая. Это и ментальная, и эмоциональная активность. Но лишь бы чем-то все время заниматься. Я еще заметил такого. Мужчины, наверное, подтвердят, что мужчины сливают дурную энергию, когда ездят. И вот я в доме долго сижу, не могу. Мне надо на машину сесть, поехал по степи. Такое ощущение, или даже по городу поездил. Такое ощущение, что... Женщинам тоже нравится эта Маркова Калевича, да. Музыку особенно громко включил, а потом сама же поешь под эту громкую музыку, и на машине очень хорошо становится. Снег проезжает, да, пробки создаёт. Смотри, да. Соглас кто-то. Создаёт пробки, хочешь сказать. Не слышит, да, знает. Пешеходов не видит. Нет. Вся хитрость управления энергии заключается вот чем. Вся хитрость управления энергии заключается в том, что со временем убрать всё, что у вас энергию забирает, но при этом самому тратить энергию туда, куда ты хочешь. Вот, да. Я ещё раз говорю. Люди неосознанные, они что делают? Они живут целый день, и у них целый день забирают энергию. Не он отдаёт, а у него забирают энергию. И из-за этого он ходит такой, как жертва. Его все раздербанили, он домой приходит, весь выжатый, как ремонт. А так как я достаточно пожилой уже человек, я всех потребителей энергии отрезал, выбрал те направления, куда я хочу тратить энергию, и сам добровольно трачу энергию. Но суть остаётся всегда одна. Энергия должна уходить. Это суть. Другой вопрос. Она уходит, потому что у тебя её забирают, или потому что ты её трачешь туда, куда хочешь ты сам? Вот и вся разница. Поэтому у меня мало, кто забирает энергию, но очень много, куда я трачу сам. Поэтому контролируйте, кто забирает энергию, что забирает, какие ситуации, какие действия, события и так далее. Сокращайте, выберите, отберите. И в случае с теми же соцсетями. Я отписался от всех. У меня в ленте только то, что я люблю. Техника, гаджеты, какие-то философские вещи и так далее. И у меня нету новостей там. Кстати, по новостям, недавно прочитал исследование такое, что говорится, чем реже вы смотрите новости, тем объективнее у вас картинка. И там рекомендовали не читать новости чаще, чем два раза в месяц. Два раза в месяц. Мы читаем каждый час по 10 раз, наверное. Поэтому, чтобы удерживать себя от этого, я просто снес все новостные ресурсы. Это, знаете, одно упражнение. Сейчас я быстро сделаю его, посмотрим. Вот вытяните правую руку вперед все. Правую? Да, все. Вот кто тоже в зале, вытяните правую руку вперед все. Покажите указательный палец. Указательный палец. Это типа про вот это, знаете, типа, как бы в новостях нам говорят, вот, покажи указательный палец. Мы такие, да, она меня не манипулирует, мы все слышим. Это потому что на автопилоте. На автопилоте все происходит. Вот по поводу убеждения мне вот понравилось. На самом деле вот сейчас по поводу убеждения тоже с этим сталкивался. Это вот когда бывает же, люди у тебя забирают, забирают, когда ты, соответственно, становишься для других полезен, люди у тебя забирают, забирают, там, хотят кого-то пригласить, что-то от тебя получить. Никто не готов давать тебе взамен. Я сейчас позиционирую себя как нетворкер. Это человек, который имеет знакомство со всеми. Вот я со всеми знакомлюсь. Но вот интересно, в нетворкинге есть такое понятие, когда ты можешь быть полезен ты уже. Вот, например, я там встречаюсь с человеком, человек хочет от меня что-то получить. Мое убеждение, что не он хочет от меня получить, я ему сам уже хочу это отдать. И получается, от этого я наполняюсь, когда я несу пользу. И вот я себе миссию там, 5 лет назад, когда я с вами прошел, миссию прописал, что я хочу быть причиной успеха, для 100 миллионов людей. И когда человек от меня что-то хочет забрать, мое убеждение, если, например, он вампир, будет убеждение вампира, я потеряю от этого энергию. Если мое убеждение будет от того, что, наоборот, я этому человеку хочу быть полезным, то тогда, соответственно, я для него причина для успеха, значит, от этого я заряжаюсь. Потому что человек после этого, там, что-то меняется, у него мышление меняется, он тебя благодарит. Ты понимаешь, что ты выполняешь свою миссию. И вот это убеждение, вот, у меня уже несколько лет, и как бы по такому принципу идет, что я раньше тоже так думал, блин, одни вампиры, там, вампир, я такой вечером прихожу, кажется, истощился или я не истощился, или истощился, или не истощился. И ты такой думаешь, а кто тебя истощил? Это может быть вот эта встреча или вот эта? Сидишь, анализируешь. Но когда понял, что, наоборот, ты пользу несешь, уже нет такого истощения каких-то вампиров вокруг. Уже как бы ты уже этот иммунитет выработал вокруг себя, что ты, наоборот, отдаешь. Ты не ждешь, пока тебя укусит. Ну, там же встречаются люди, которым ты отдал, а у тебя такое ощущение, что ты в одни ворота бьешь, а он термон забирает. Ну, вот следующее убеждение, то есть, следующий момент, то, что я всегда отдаю и забываю. Потому что я себя жду взамен, исходящий поток не работает. Потому что я жду что-то взамен. Типа, что-то дал, и такой, жду-жду-жду-жду. Раз человек не отдал мне, я начинаю разочаровываться, потом разочаровываюсь других, разочаровываюсь. А эту картину мира-то я создал? Да, смотри, здесь один есть нюанс. Кстати, у меня есть мастер-класс, называется «Кадель нетворкинг». Посмотри, если будет интересно. Смысл заключается в том, что нетворкинг — это настолько важная вещь. Я говорю, нетворкинг — это такой же актив, как ваши заводы, фабрики, станки, оборудование и так далее. У 99% людей это не нетворкинг, это просто записная книжка, полное знакомство. А в то время вы должны это превратить в актив. Так вот, смотри, какая ловушка в твоем случае. Дело в том, что ты очень правильно управляешь своими убеждениями, но у любой ситуации есть две стороны. Есть объективная сторона, объективная реальность. Есть твое отношение к этой объективной реальности. Так вот, в объективной реальности есть дождь, снегопад, солнце и так далее. Ты изменил свою картинку и говоришь, для меня любая погода хорошая. Любая погода хорошая, и ты дождь, снегопад, все понимаешь. И вампиров, не вампиров, и негативщиков, нытиков, всех ты воспринимаешь хорошо. Но проблема вот в чем. Если ты хочешь быть эффективным, то ты должен понять, в казино-технологии есть такое правило. Из некачественного сырья ты никогда не сделаешь качественную продукцию. А из качественного сырья ты имеешь шанс сделать качественную продукцию. То есть ты должен понимать, что только из качественного сырья. Так вот, если ты будешь работать со ста миллионами нытиков, никакой пользы ты им не принесешь. Это ты, будем так говорить, ты им не принесешь, ты больше себя убедишь, что ты приносишь пользу. Поэтому моя рекомендация, твое отношение к внешним обстоятельствам, это классно, но все-таки внешние обстоятельства, учитываясь, с кем общаться, и желательно негативных нытиков, людей, которые все время жалуются, которые не винят себя в том, что с ними происходит, они всегда будут перегружать на тебя вину. Они сами не несут вину, они на тебя будут грузить. Я хотела донести, это потребители. Бывает же такое постоянно потребительское отношение? Ты как солнце даешь, даешь. Но мы же не все родились исходящего потока. Мы все когда-то были тоже потребителями. Я сам был потребителем, я работал... Ты хочешь поменять? В 2017 году... Нет, поменять не хочу. Нет, вот вопрос служения. Если человек это определяет для себя, как вот у меня знакомый есть имам Асхат Московской мечети, я просто не представляю, сколько к нему приходит людей постоянно спросить, причем не просто предков дела, а люди там свою жизнь делятся, а как вот с точки зрения религии, а как это... И он всегда на жестком позитиве, потому что я понимаю, если бы он свое отношение к этому, если бы он не чувствовал, что это его миссия, что он, допустим, распространяет тем самым религию, он бы уже умер, выгорел, да, просто, действительно, когда ты... А там же сколько людей, возможно, невежественных, у которых низкий уровень понимания, не то, что там религии, себя даже. Они могут такие вещи писать, звонить со всеми, это подскажи, а это можно, а это нельзя. А здесь чего это ученые говорят, а чего это ученые говорят? Да, ключевой тогда здесь больше промиссию. Да, это промиссию, да. Если подробнее уходить, я это как сделал? И вот ко мне человек подходит, говорит, вот как поймёт мышление, как вот это сделать, как вот это сделать, а человек условно, да, вампир. Я ему говорю, у нас есть суббота, вот субботу мы уже 4 года, ни одну субботу мы не пропустили, по традиции у нас вот в амфитеатре в субботу в 10 утра в смарт-пойнете проходит тренинг какой-то. У нас все крутые спикеры выступают, я приглашаю спикера, арендован за свой счет в зал, говорю, приходи туда, хочешь поменяться? Приходи туда, покажи свои намерения в 10 утра. Или, например, если человек говорит, вот я хочу там, что-то бывает же, совет такой, он долгий, ты не можешь с ним разговаривать? Я говорю, в 8 утра, горельник. Если человеку это нужно, то... Вот сразу давайте скажем, каждую субботу в 10 утра... В 10 утра в смарт-пойнете мы проводим разные открытые мероприятия разного формата. В ту субботу у нас были продажи. Бесплатно? Бесплатно, бесплатно. Так что кто хочет изменить свое мышление, кто вообще хочет расти по жизни, пожалуйста, добро пожаловать. Реально, просто люди еще же видят, они же всегда, вот даже... У нас есть люди, которые видят, думают, там какая-то выгода, там все равно, вот знаете, он что-то будет продавать, там отвечаем, мастер-класс какой-то. Я говорю, ну хорошо, придите, убедитесь. Они приходят, убеждаются, и этого нету. Вот так сидят в конце, а что, вам продавать не будете? Я говорю, здесь никто не пришел продавать, здесь вы пришли менять мышление. Как бы мы вот такой фильтр сделали, и вот всех... Приходи в 10 утра, и уже отфильтровывается, да, вопрос по-любому отфильтровывается. Если это вопрос миссии, это... Да, вот в этом плане Сергей хорошо подметил. Когда люди выбрали это миссией, то им действительно без разницы, кто перед ними. Негативщик, нытик, ненытик, и так далее, и так далее. Это правда, да. И если ты так делаешь, то это очень круто, на самом деле. Но для этого нужно ощущать, что это твоя миссия, что ты будешь делать и давать только в одну сторону, и не ждать абсолютно никакой благодарности. Это очень такая тяжелая ниша, ноша, но при этом ты подпитываешься тогда из других, из духовных источников. Вот я же говорю, я же позицию себя как общественные деятели. В плане, что я же как-то пришел в ислам, это же тоже не просто так. Ну и сейчас не пропагандирую ислам, да, там. И ислам! Чтоб не там не было такого, сейчас мы как будто там ислам... Пропаганда, да. Пропаганда, да. Чтоб не было прям такого. У нас же исламофобия же сильно. Знаете же, когда... У нас же в Казахстане любят же ислам навязывать. А ислам-то это любовь. Это же пример себя. И человек на тебя смотрит и говорит, а как ты так изменился? А ты говоришь, ислам. Он говорит, о, я тоже хочу. А не так, что хочешь измениться, иди в ислам. Вот не таким убеждением. И вот когда пять лет назад я пришел в ислам, вот я начал идти таким принципом, и вот я с этого пути уходил раз пять. Вот реально уходил, и у меня Бог по башке несколько раз давал. Вот каждый раз, когда уходил, он меня долгами затягивал. Бизнес все хорошо идет. Раз я говорю, все, у меня есть деньги, кураж, мотоцикл куплю, короче, он по башке, бах, короче, минус 30 миллионов. Я такой, как так? У нас стратегия, как так? Что-то не так. Начинаешь копаться, вот как говорит, откуда зашел, оттуда и выходи. Пришел на свою миссию служения, начал опять же завтраки, мы проводим все, сообщество собираем, люди мотивируем, на гриль не ходим. Раз, деньги идут, идут долгие закрываться. Ты только думаешь, наверное, случайность, короче. Опять уходишь, опять раз по башке, раз по башке. И последнее у меня было вот это в том году, в мае, а, да, в том году в мае, прям бах, по башке из вас ударили. Я такой, все-все-все, больше не буду. Я на своем месте. Когда идешь по своему пути, тогда будет и энергия, и деньги. Больше такое, знаете, из-за этого как бы... Это один из главных лайфхаков, да. Самый главный источник потери энергии это отсутствие смысла. Да. Когда ты не видишь смысла в своей жизни, когда ты не видишь смысла в своей деятельности, в работе, в том, кто ты есть, у тебя всегда будет минус энергии, не будет энергии. А когда у тебя осмысленно, ты понимаешь свою миссию, ты знаешь, для чего ты живешь, зачем, зачем ты что-то делаешь, энергия всегда приходит. Энергия вообще в целом всегда приходит, если у вас есть ответ на вопрос, зачем. Если у вас есть ответ на вопрос, зачем, энергия автоматически дается. Энергия как материнское молоко, она дается так, по мере того, как ты продвигаешься и понимаешь, находишь смысл жизни и своих деятельностей. Ну так мы среди детей тоже делаем. Сейчас же у нас методология свои, с детьми же работать надо. Я раньше не работал, когда начал все изучать. Вот год нашему проекту. И мы добавили очень много методологов, психологов. И психологи говорят, методологи говорят, раньше разрыв поколения было 10 лет. Сейчас разрыв поколения 3 года. Ну типа там 2010-е смотрели Маша Медведь, 2013-е смотрят уже там Смурфики, 2016-е смотрят это Хаги-Ваги, и они уже другое не понимают. Между ними там возраст 3 года, и они другое не понимают. Мы раньше мешали детей там 8 и 12 лет, и мы их в один добавляли, допустим, в одну группу, и они там занятия проходят. И они вообще не понимают. Контекст разный. Ты думаешь, в чем причина? Оказывается, вот вопрос возраста, 3 года. Вот мы начали по 3 года детей делить, и у них сразу был контекст. И теперь по поводу мотивации. Вот мотивацию мы начали им давать, что вот ты причастен, мы начали служение обществу, потому что я, моя цель вырастить общественных деятелей. Мне говорят, какая твоя цель? У тебя вот 500 детей, да, сейчас, это ты бесплатно, это деньги свои тратят, привлекают спонсоров. Какая твоя цель? Я говорю, моя цель, чтобы больше общественных деятелей стало, это людей, которые несут пользу обществу и не ждут что-то взамен. Тогда, говорю, внутренние, внутренние среди общества мы будем быстрее расцветать, а не ждать что-то от государства, да, что внутри мы сами будем быстрее двигаться. И вот у нас дети, реально, вот мы говорим, ты причастен к этому, благодаря тебе ты мотивируешь, дети, да, вот ты на грельник придешь, другой ребенок тоже увидит, твои одноклассники увидят, какой ты крутой. Да, и он приходит, дядя Дамир, вот мы там, на грельник в воскресенье сходил, я в школе всем рассказал, все говорят, как так, ты молодец, там, 7-10 утра, и вот он, как будто чувствует, что он причастен к нечто большему, да, то есть, перевивать причастность детей с детства. Мы сейчас вот, еще перевью, можно минуточку, мы вот добавили волонтерскую группу внутри, волонтерскую, и вот то, что мы сейчас мероприятие проводим, как раз форумы проводим, и получается, мы вот этих внутренних детей задействуем в разных мероприятиях, говорим, вот ты причастен к этому форуму, благодаря тебе этот форум проводится, если ты там не будешь, ему там 15-14 лет, 15 лет, он уже мотивируется, он уже понимает, что он то, что хочет, как бы создаем вот этот образ. Это классно. Давайте, мы перешли уже на вторую часть, как вот выходили, мы не дослушали, как ты справилась со своей ситуацией? Мне помогла практика на уровне тела, я просто включила ранние подъемы, я вставала в 5 утра и делаю часовые практики йоги, то есть я началась с тела, потому что голова не работала, то есть он ничего не воспринимал. А сейчас? А сейчас? Нет, в тот момент, когда я просто в тот момент просыпалась в 5 утра, и вот целый, где-то я месяц, каждое утро практиковала йогу дыхательной практики, йогу дыхательной практики. Как только я привела в порядок тело, у меня голова начала работать по-другому, настрой изменился, состояние поменялось, соответственно, я приняла решение, сделала действие и вышла. Потому что состояние депрессия, ты же ничего не делаешь. А поддерживающие действия есть? Я имею в виду... Такие? Сейчас? Да, 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 сейчас. А, нет, сейчас обязательно, у меня ежедневность, утренние практики, ранние, это всегда. Я просто, что за месяц в один раз так не сделано, нет, 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 нет. Это, я говорю про тот момент, про самый трудный момент. Да, да, понял. Мы, я выброс, вернулись к истории. Да, к истории я вернулись, как-то вылезла. Кстати, хороший лайфхак тоже для наших зрителей. Дело в том, что ученые доказали, когда человек, даже у него нет настроения, если он просто улыбается через силу, 15 минут улыбайтесь просто, и у вас настроение автоматически поднимется. То есть можно идти через какие-то там духовные, там еще какие-то вещи, а можно идти через тело. Вы просто приводите тело в порядок, начинаете утром вставать. Холодная вода очень классно действует. Но здесь, кстати, работает не только холодная вода, больше, наверное, выброс гормонов, адреналина, тестостерона, эндорфинов, и вы такие чувствуете себя счастливыми. Поэтому, если вы попали в апатию, депрессию, и вас нужно за волосы вытащить самих себя, рано утром вставайте, ходите либо бегайте, обливайтесь с холодной водой, делайте это каждый день. И сами не заметите, как садится улыбаться. До конца этого подкаста. Улыбайтесь и ложитесь 10 вечера, и, по-моему, через неделю у вас уже начнет все налаживать. Однозначно. Это один из способов. Напишите, как жизнь проживает. Сейчас 10 минут улыбайтесь, кто смотрит, и потом напишите в комментариях в конце подкаста. На самом деле, это так и есть. Например, я там 40 лет начал бегать. До этого я вообще не понимал, как они бегают, вот в чем прикол. Бежишь и бежишь. 40 лет начал бегать, пробежал там. Полумарафон я записался, потом его отменили на пандемию, но медаль я получил. 21 километр я пробежал. И вот, например, вот как и вы, я каждый день хожу 7-8 километров. Каждый день. Потом душ. И, блин, энергия, она сама откуда-то непонятно идет. И то же самое мы сделали вот вчера в горах. Мы были все, Заур, Бахдаш. Мы встали там в сторону ущелья и давай орать. Каждый там, аааа, Спарта там, Бахдаш там, Кайдзин кричал. И вот на самом деле, вот какой-то выброс вот этой энергии, блин, сразу легче становится. Кстати, хорошая фраза для того, чтобы кричать, слово «Ура». Это инстинктивно, да, две гласных посередине «Ре». «Ре» создаёт вот эту вибрацию, дребезжание. А «Ура» помогает наибольший выброс «Аааа». Потому что, когда ты произносишь гласное, у тебя наиболее широко открыта глотка. Ты можешь прям легкий выплюнуть. Поэтому вот слово «Ура», оно, во-первых, с одной стороны, несет позитивный оттенок, что «Ура» — это радость, с другой стороны, это три буквы, которые легко выкроют, чем «Кайдзин» — два слога, да? А здесь один слог всего. И наиболее раскрытие глотки с вибрацией. «Ура» — это дурная энергия вылетает. Кто готов попробовать, да? Я к этому слишком серьезно не отношусь, но я знаю точно, что это работает. Еще, например, у меня гитара. Я вечером прихожу, На гитаре чуть побрынчу, всё сразу же у меня такой баланс, энергия раз. А с каждой струны энергия мне через пальцы заходит. Потом дети, поцелуешь детей, покусаешь их там, помучаешь, полежишь там, поиграешься, это тоже энергия. У меня, например, я как начал такие книги писать, каждый день, каждый вечер я им читал книги. Читал, потом рассказывал, потом придумывал, и потом, когда начал придумывать, блин, получается. И вот написал, то есть благодаря, это тоже же энергия от детей идёт. И получается, ты им сказки рассказываешь, они, когда придумывал, сочиняешь, они не засыпают, они наоборот, на кровать там садятся. Знаете, что я придумываю? И такие мне ещё подсказывают, а нет, давай лучше фонт. То есть они, да, такие соавторы. Поэтому важно отметить такую вещь, о чём мы пока не говорили, и вот для наших хейтеров, которые скажут, вот какие-то странные приёмы говорят, мы сейчас в кучу набрасываем все лайфхаки для всех ситуаций. Потому что, конечно, по классике, если рассказывать о том, как восстанавливать энергию, начинать, конечно, надо со смысла жизни. С миссией, для чего вы родились. Потому что, не ответив на главный вопрос вашей жизни, все остальные потуги – это только временные заплатки. Поэтому смысл жизни, для чего вы пришли на этот свет, для чего вы живёте, что у вас будет по утрам и так далее, служение, миссия – это важные вещи. Но, помимо этого, есть такие заплатки, лайфхаки, которые здесь и сейчас быстро можно применить, мы их тоже рассказываем, поэтому мы наваливаем в одну кучу. Но я здесь с вами хотел бы ещё поговорить по такой вещи. Вы знаете, вот с годами я заметил такую вещь, что существует три основных вида энергии. Физическая энергия, она понятна, да? Большинство людей понимает, физическая энергия есть, нет, они уставшие или нет. Второе – это эмоциональная энергия. Вот у вас есть различие, что вы чувствуете свою эмоциональную энергию? Я, по крайней мере, чётко чувствую. Ну, это… Вы назвали три? Да, эмоциональная и ментальная. Ментальная, духовная ещё. Да, духовная, четвёртая – это как самый высокий уровень, да. Я ошибся, четыре, да. Ну, вот у вас есть разделение на виды энергии? Есть, есть. Эмоциональную сразу ощущаешь, потом ты управляешь этим эмоциональной энергией своей, потому что она потом может влиять и на многие другие аспекты. Эмоциональная – это, наверное, может про людей, да? А мы-то? Нет, про токсичных людей, которые ссасывают энергию. Нет, ситуации же всякие же бывают. Это и люди, и ситуации, это восприятие, это эмоции, которые ты испытываешь, и это та энергия, которую сам несёшь, и она может быть у тебя и высокой, и низкой эмоциональной энергией. А вы вот… Нет, у меня ничего нет, у меня всё окей. Нет, понятно. Нет, если бы я выпускал, это всё окей. Просто разница, разница. Нет, нет, нет. У меня нет. Фактически я выпуск, выпуск смотришь и там… Я просто думаю, это всё взаимосвязано. То есть, если, грубо говоря, духовная энергия на низком уровне, то ты как бы лайфхабки не придумал, у тебя будет очень такой запас этой энергии маленький. Да. То есть, ты так потыркался какими-то практиками, себя реабилитировал, и потом опять. А всё, если клубок разматывать, то, конечно, взаимосвязано. Я считаю, если духовная энергия на низах, то человек, какие бы практики ни делал, он всегда будет в одно и то же, как вот в замкнутом круге, в одно и то же место приходить и так думать, так, как энергию поднять, так, как энергию поднять. Потому что это же как скверно, и мы знаем, что и Пророк, салюллаху алейхи вассалам, если так можно говорить, или просто до богословитого Всевышнего, да, и приветствует. Он же даже дуа… Каждую ночь читал дуа от Лени. Потому что понимал, что это напасть. И мы знаем, что если Всевышний не займёт человека чем-то полезным, его обязательно займёт дьявол, да, бездельем. И, как говорится, этот есть такой персонаж мемный, кама-пули, он говорил, типа, безделье — это игрушка дьявола. Но вот реально так и есть, что когда ты бездельничаешь, ты всегда обязательно делаешь что-то плохое. Ты в безделье никогда ничего хорошего не сделаешь. А приори будет это против тебя. Поэтому я считаю, что да, если духовной энергии нету, то что бы вы не делали, какие практики бы там не придумывали, не кричали бы сколько там в горах «Ура!», там «Ау!» или ещё что-то, всегда ты потом такой «Раз!» тебя обратно это развернёт. Поэтому я, да, я чувствую, что взаимосвязь. То есть я начинаю понимать по себе, что у меня, видимо, духовная энергия пошла на спад. Если я здесь сейчас проваливаюсь в своей апатии, в депрессии, это значит, я на самом высшем уровне допустил ошибку. Ну смотри, а если у тебя, например, физическое истощение, то тебе не хочется лень читать там массы и так далее. Здесь тоже есть связь между физической, например, энергией и духовной связью. Ну, то, что мы знаем... Ну, поэтому это и есть как признак лицемерия. Что человеку, например, почему... Здесь, значит, нужно поднимать и вот этот... Не, я говорю то, что в хадисах пришло, то, что один из признаков лицемерия, что человек лениво встаёт на молитву. Утреннюю. Ну, не важно. Даже если он с неохотой идёт на молитву, это говорит о том, что у него проблема, значит, с... Ну, вот... Взаимосвязь с духовностью. Я имею в виду, что может быть такое, что именно от того, что ты где-то физически истощение получил, и у тебя и как бы здесь лень. Ну да. Что же может быть связь? Ну, я считаю, что ещё бывает болезнь. То есть именно как... Потому что есть же люди депрессии. Именно на гормональном уровне у них, действительно, с точки зрения биологии, проблемы. Он, да, он может быть там и, допустим, суперсоблюдающий, и верующий, ещё что-то, но у него просто реально гормональный фон такой, что он, ну, не выгребает. Ну, по этому поводу в исламе говорится, что чем сложнее тебе читать намаз, но ты идёшь и читаешь, тем больше вознаграждений. Если ты зимой, на улице, в холод, в метель, в мороз... Вот мы на Килиманджаро восходили, и ребята говорили... Уникальная ситуация была. 45 человек, самая большая группа, и мы два рекорда там побили. Это была самая большая группа, и 100% зашли на Килиманджаро. И гиды, ну, удивлялись, а мы потом, когда спрашивали для фильма, почему все дошли, все друг на друга ссывались. Кстати, это как раз проявление силы сообщества. Все друг на друга сливались, ну, смотрели и не слились. Если бы один слился бы, там несколько человек сразу отпали бы. А так, говорит, мы смотрим, девчата идут, нам перед девчатами неудобно. Девчата, говорит, нам перед ребятами неудобно. Кто-то, говорит, нам перед это. А там несколько человек, говорит, а мы смотрим, Татешка, ну, моя супруга, и Марлан Карлевич, на вершине, в холод, в мороз, намаз читают. Мы подумали, да ну, они ещё и намаз читают. Ну, вообще-то. Что, омовение идёшь, холодное, да? Да-да-да, холодное. Поэтому, за это больше вознаграждение. Я к тому, что, вот, вопрос, Серёга. Возвращаясь к вопросу. Ты вот разницу чувствуешь между этими видами? Чувствую, да. Ну, я чувствую по себе. Вот я, например, по эмоциональной энергии у меня сильно развито вот это ощущение. Физически, я думаю, каждый человек понимает, когда он устал. Эмоционально, так как я вынужден очень часто много выступать, я выступаю, выступаю, и могу как машина работать, 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 и через недели-две я чувствую, всё, мне надо в степ. В степ, одному, и даже я знаю, где у меня дырка в эмоциональной энергии, у меня между лопаток. Я чувствую холод между лопаток, и мне хочется всегда прислониться к тёплой печке. Я в машину сажусь, включаю отопление. Это не возраст? А? Это не возраст? Может быть, это уже возраст? Ноги замерзают. Ноги замерзают. Валеньки надо. Чувствую. Когда ты вот людям отдаёшь энергию, отдаёшь, отдаёшь. Вроде, с точки зрения физики, я мог бы ещё дрова пойти, колоть там, гири потягать. В физике энергии много. А эмоционально чувствую, что всё, уже дальше не можешь. А бывает интеллектуальное. Вот я бывает иногда так эмоционально устал. Ещё один, кстати, хороший лайфхак для того, чтобы отдыхать. Меняйте. Смотрите, какой вид энергии у вас истощился, и займитесь, просто смените вид деятельности. Если вы эмоционально устали, хорошо будет там пешком погонить, либо дрова поколоть, либо физически что-то сделать, либо спортом. Особенно, если дурная энергия. Пошёл, грушу поколотил там и так далее. Ментальное. После ментальной хорошо заходит физическое, физическое упражнение, либо там эмоциональное. Послушать хорошую музыку. Я вот пишу, когда курсы, уроки, я пишу, я могу провалиться там, и четыре-пять часов пишу, 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 пишу. Чувствую, когда дело сделал, но уже голова просто это. И тогда я такие, я люблю инструменталку. Прям минус сорок пять. Включаю музыку. И через эмоциональную энергию в это время ментальная энергия, отдых идёт такой. Класс. Поэтому хороший лайфхак. Всегда смотрите, какой вид энергии у вас истощился. Если вы долго с утра читаете отчёты, доклады, вынуждены что-то скрупулёзно вычитывать, поверьте мне, у вас будет спад ментальной энергии, у вас упадёт концентрация. Вот как восстанавливать ментальную энергию? Вы знаете, вся ментальная энергия, суть ментальной энергии, только в фокусе, в концентрации. Как узнать, что ментальная энергия кончилась? Когда ты читаешь, глаза читают, но ты не понимаешь, тексты не понимаешь. Глаза читают, но ты тексты не понимаешь. Соответственно, есть два способа восстановить ментальную энергию. Первый способ – это смена фокуса. Когда ты занимаешь, условно, рафтинг или байги, ты едешь, ты должен на другое смотреть. Либо это расфокус, полный расфокус. Полный расфокус хорошо работает, когда ты смотришь на огонь, на реку, когда ты ни о чём не думаешь, смотришь на всё, но ничего не думаешь. И подкаст. Лёг и на небо смотришь просто, и ни о чём не думаешь. Вот этот расфокус хорошо восстанавливает ментальную энергию. А по поводу, здесь подмечу, это не относится к тому, что когда мы что-то читаем, если мы не понимаем, то мы одно слово не поняли. Это же Рон Харт, его же методология. Это чуть другое, да. Это из книги «Учись учиться» Рона Хаббард, кстати, крутой мыслитель. И тоже рекомендую прочитать книгу. Книга называется «Учись учиться» Рона Хаббард. Это и есть такое, но когда ты читаешь отчёты, которые каждый день читаешь, или вещи, которые тебе известны, ну это неприменимо. Ты просто реально устаёшь. Я потом замечаю за собой, иногда вот так работаешь. Раз, пошёл в туалет. Вроде пятиминутное дело, а я по пути ещё в окно посмотрел. Кофе себе налил и так далее. И тут-тум, я понимаю, что… Газету почитал. Ловлю на прокрастинации. Ловлю на прокрастинации и понимаю, что всё, я устал. И у меня сразу приоритет, первый приоритет – восстановить энергию. Я сразу все дела откладываю. Моя задача – восстановить энергию. Вообще удивительную вещь я вам расскажу. Такую вещь. Вы знаете, я для себя такое открытие, можно сказать, сделал, что я не делю людей на плохих и хороших, я делю людей на энергодефицитных и энергопрофицитных. Вот как ты говорил, с детства люди же все энергичные. Так вот, с годами, некоторые люди теряют энергию, становятся хронически дефицитные энергии. У них хронический дефицит энергии. И эти люди, они негативщиками становятся. Негативщики, нытики и так далее. Почему? Потому что вот себя… Представь, ты пришёл с работы уставший, тебе голодный, холодный, ещё замёрз. Тебе легко нахамить. Ты можешь любого обозвать. Тебе легко это. Ты можешь любого обозвать, любого обкричать, что-то сломать, пнуть. Хотя это требует энергии. Взять молоток, всё разбить. Знаешь, есть комната такая… Комната есть, он сломать и такая. Да. Когда всё ты ломаешь и так далее. Есть? Да, специальная комната. Прикинь, мебель, всё, посуда стоит, тебе дают биту, и ты да-да-да-да, всё крушишь. Ну это же, смотри, энергии-то на это у тебя хватает. То есть, отсюда я вывел такой закон, что в мире есть асимметрия добра и зла. Для того, чтобы делать зло, тебе нужно минимум энергии. Для того, чтобы делать добро и добиться успеха, тебе требуется очень много энергии. И вот я начал на людей по-другому смотреть. Я когда смотрю негативщика, нытика, человек, который обвиняет президента, правительства, бизнесменов, зажравшихся и так далее, я понимаю, что бедняга, у него просто нет энергии. У него просто нет энергии. Вот по себе, по сути, ты приходишь, ты можешь быть реально конченным негодяем, если у тебя энергии нет. Даже у альпинистов есть такое правило, когда они вверх идут, высота сволочности, по-моему, называется. После которого уже человека даже нельзя судить. Он тебя может кинуть, он тебя может не спасти. Там каждый сам за себя, короче. И это высота сволочности. Вот есть такое понятие. Поэтому с энергией связано вот это, заметьте, все такие качества, как благородство, вежливость, терпимость, терпение, воля, они все связаны только с энергией. Если есть энергия, у тебя эти качества есть. Если энергии нет, ты невежливый, неблагородный, не готов прощать и так далее. Интересно, с энергией можно думать много интересных вещей. Так, давайте перейдем, как восполнять энергию, кто как восполняет, и вообще, как увеличить свой энергетический потенциал? То есть, стать более, еще более энергичным человеком. Здесь такой вопрос, а кому условно там до 25-30 вообще стоит задумываться об этом? Ну типа об энергии. Ему тут работать нужно, а он тут сидит на листочке. Так, это физическая, это такая энергия, переправляет ее, сидит там, я ее выиграл, ему 20 лет. Я знаю людей, у которых вообще энергии нет. Я знаю людей в 20 лет, которые как овощи ходят. В компьютере сидит целыми деньгами, зависает. Кстати, компьютер страшно высасывает. У меня, между прочим, Аргул Акадьевич, ну я давно не играю, но когда я играл, вот там, когда только начинали всякие вот эти игры, мне конкретно забирало энергию. У меня прям было такое ощущение, как будто я совершаю грех. Потому что ты раз начинаешь играть 10 часов, 11 часов, сейчас я лягу спать, и так до 3 часов ночи. И такое внутреннее ощущение, что это я совершаю харам, грех. Поэтому я Аллаху поклялся, я больше не буду играть в игры. Ну то есть сейчас там лет 10-15 лет. На самом деле ты же будешь отвечать за то время, которое как-то распроделилось со своим временем, своим телом, своими способностями. В исламе мало кто знает, что будет спрос за все. Даже за то, что, например, вот есть активные люди, а вот вы говорите же, есть там нытики, в депрессиях постоянно. Вот у них тоже будет, наверное, спрос за то, что ты имел там руки-ноги, не занимался спортом, имел там возможности и деньги, не путешествовал, не уделял время. Я думаю, с них будет главный спрос. Одному Аллаху известно. Я просто думаю, что с ней будет главный спрос за неблагодарность. Ну да. Это тоже один из... Такой шикарный мир, такое тело совершенное. У человека совершенное тело, я считаю. Тело, мир, общество. Мы сейчас не как средние века. Шикарно, классно живем. И не только богатые, в принципе, в целом все. Здравоохранение есть и так далее. И при этом быть неблагодарным, это, конечно, большое. А у нас есть люди, алматинцы, которые на МДУ там не ездят. Никогда не ездят. Там семью, я уже не говорю, там что они, детей куда-то боятся. И вот смотрите, Марган Акетич, вот тоже такой момент, хочу обратить внимание. Есть люди очень активные. То есть у них активность там фонтаном бьет. Возможности есть, фантазия есть, время есть, например. Они занимаются саморазвитием, путешествуют, рыбалки, охоты там. Но это все они делают с друзьями, с коллегами, с одноклассниками. А спросишь у него, ты там супругу когда приглашал куда-то в ресторан или по парку прогуляться? Он там руки разводит. Вот как вот здесь быть? Вот где вот этот баланс? То есть, ну я так представляю, энергия это как паутина, например, да? То есть там семья, там друзья и так далее. Даже если что-то оборвалось, там он держится, там вот твой домик, да? У полка. То есть где вот баланс? Как вот нужно это распределять? А сюда баланс? Да, да. А сюда тогда сразу вопрос. От женщины интересно. От жены какой вид энергии больше получается? Эмоциональный? Больше эмоциональный. Больше эмоциональный. Ну, наверное, здесь возникает вопрос, может здесь... Ну, я сейчас так думаю. Нет, ну я здесь не только дети, и родители, и дети. Да. То есть есть такое, знаете, когда там жизнь пролетела, а твой сын, например, смотришь подросток, на девчонку похож, например, или там наркоман стал, да? Ну это тоже твоя ответственность, ты там у тебя расфокус был, ты там только с друзьями, там с коллективом и так далее. Но здесь тоже нельзя перегивать палку, нельзя считать, что во всем виноват ты, потому что в исламе тоже говорится, ребенок это человек, который дан тебе на время. На время. Ты должен постараться его воспитать, но при этом... Ну, если ты не воспитываешь, если ты его там... При этом каждый человек, у него все-таки своя судьба, у ребенка, у него свой удел в этом мире, свое предназначение и так далее. Поэтому ты, конечно, ты должен то, что родитель дать, накормить, обуть, одеть, дать ему кров, дать воспитание своим примером, не нотацией, не моралью, а своим примером. И желательно, вот я считаю, что одно из обязанностей родителей, желательно найти ребенку то занятие, которое он любит, то есть то, что будет его миссией по жизни. То есть то, что он любит, то, что у него хорошо получается, и то, что нужно людям. Вот в это направление ребенка, если толкнуть, то после 18 лет ты не будешь переживать насчет мотивации, он всю жизнь будет замотивирован и так далее. Но, к сожалению, у нас мир усложняется, ускоряется, кризисы учащаются. И не только дети, уже взрослые начинают теряться. У нас, смотри, даже элементарно товары. Придешь покупать зубную пасту. Вот для меня, например, поход в магазин — это стресс. Сильнейший стресс. Я максимум могу, чтоб не говорить, полчаса. Максимум. И то, если это охотничий магазин, либо туристический магазин, где там всё, покупать вещи — это… Выбор огромный. Не знаю, какой это стресс неимоверный. Физически его прям… меня колочет. Я не знаю. Вы выбирали обои. Обои? Нет. Я это делаю всегда быстро. Это вообще… Вот это вообще… Ну вот представь, у людей сейчас появился огромный выбор, а выбор принять решение потребляет огромное количество энергии. Мы каждый день должны принимать огромное количество решений. А любое принятие решения — это очень энергоёмкий процесс. И почему вот феномен инфлюенсеров, блогеров, инфлюенсеров… Потому что люди устают от принятия решений и делания выбора, и они делают… в аутсорсинг отдают. А я думаю, что я буду париться? Вот человек, которого я люблю и уважаю, уносит такие кроссовки. Я тоже такие буду. Всё. Нафиг мне саму идти там сто-пятьсот тысяч кроссовок для бега, для ходьбы, для ходьбы на цыпочках, для ходьбы на пятках, для ходьбы… Нафиг! Я хочу вернуться вот к этой истории по поводу распределения энергии. Это тоже у нас, по сути… Вот Дамир говорит про колесо-баланс. У нас, если так посмотреть на сумму, уже всё вообще расписано, как что человек должен делать. Во-первых, мы знаем, что учёные всегда говорили, что самый лучший путь – это путь средины, золотой середины. То есть ты, по идее, должен распределить энергию так, чтобы всем хватало. Мы знаем людей, кто там только читал намаз, например, всю ночь в Тахаджуде, и приходили жёны и жаловались, что вот мой муж, он только постится, например, или только читает намаз. И таким людям было сказано, что там день постись, день отдыхай, день молись, день проводи с семьёй, потому что твоего тела есть на тебя право, твоей жены есть на тебя право, твои детей есть на тебя право. Поэтому это вопрос к убеждениям опять-таки. Если у тебя в убеждениях есть, что ты действительно должен придерживаться середины золотой, что ты должен право каждому отдавать своей жене, своей семье, своей религии и так далее, тогда, наверное, тебе будет проще в этих штуках лавировать, скажем так, между энергиями. Как-то так, наверное, да. Ну, для меня это уровень ценностей твоих, которые ты для себя определяешь, зачем ты живёшь. Если мы возвращаемся к ключевому слову, чтобы что, для чего ты живёшь, то у тебя есть определённые чёткие ценности, которые для тебя важны, а в них опять заложена твоя миссия. И когда ты с этим определился, то ты знаешь, что оно у тебя состоит из семьи, из твоих личных предназначений, из окружений, из родителей. И ты направляешь эту всю энергию во всё, что для тебя важно. Да. Про восполнение, да, извиняюсь, то, что перебил. Из того, что тоже вот мне в своё время помогало, мы... Вот какие-то такие тоже банальные вещи, условно, менять экран телефона, там, после девяти вечера, чтобы синий свет менялся на жёлтый. Потому что учёные доказали, что синий свет монитора, он притупляет выработку твоего гормона сна. То есть ты, у тебя, если синий экран тебе светит, у тебя меньше гормона сна. Поэтому человек, когда за компом сидит по ночам, он не чувствует время. Он может всю ночь проиграть, потому что у него просто гормон сна не вырабатывается. Я вот там в 9.30, у меня автоматически на всех устройствах, будь то, там, телефон, iPad, там, синий меняется на жёлтый. Потом питание, да, вот тоже. Питание — это вообще просто для меня было открытие в своё время, когда я там в суде отказался... Жил, и мне надо было сесть на протокол. Я отказался от сахара, сел на жёсткую диету, где-то там 180 дней вообще не употреблял сахар, только ягоды. Я заметил, как сильно, во-первых, кожа почистилась, там, прыщи какие-то ушли. Я был в шоке, я думаю, ничего себе. И когда я перестал есть сахар, первые две недели у меня была страшная ломка. Башка раскалывалась ужасно, мне было тяжело, и я прям чувствовал лень. И я думал, неужели... Думаю, вот эта тварь внутри меня сильнее, чем я. Просто из-за питания, из-за того, тех грибов, которые ты там кормишь, внутри, они тобой управляют. И когда я перестал есть вот фастфуд, перестал есть сахар, я заметил, что и сон стал лучше, ты просыпаешься, чувствуешь себя бодрее. Когда там сократил количество даже, там, мяса, которое ты потребляешь, не каждый день, потому что раньше-то это вообще было... Люди шоковали, там, раз в недельку, дай бог, у них было мясо какое-то. А у нас каждый приём пищи мясо. А его же надо как-то переваривать, с ним же нужно что-то делать. И вот еда — это тоже вот огромный источник, который может из человека высасывать энергию. Вот тоже такие лайфхаки, которые вот по себе. Не то, что высасывать, как раз у нас третий час, как восполнять энергию, как увеличивать потенциал. Вот ты больше к этому относишься. Я думаю, вот питание, режим дня и ночи — это очень важно. Ночной сон. Я бы сюда добавил обязательно голодовку. Я бы сюда добавил обливание холодной водой. Это всё увеличивает ваш энергетический потенциал. Физическая активность тоже. Ну, когда вот разу держишь даже, да? Организм месяц отдыхает у тебя. Сразу ощущается вот эта голодовка. Ну, при условии, что ты держишь его разу как положено, а не так и в Казахстане. Вечером, да. Я не знаю, как у вас, но у Казахстана это два тоя. Два тоя — утром той, вечером той. Утром, потому что той преддверии голодовки, а вечером той, потому что ты держал голодовку. Молодец. Молодец. Я бы хотела сюда сейчас добавить с позиции вот именно женской. Я встречаюсь, работаю очень много с женщинами, и я вижу, как у них им трудно восполнять энергию, когда очень много страхов. Вот именно придуманных собой страхов и какой-то внутренней самокритики. Практически каждая вторая женщина, которая работает со мной, я понимаю, что там очень много надуманных страхов, самокритики, которые забирают у них эту энергию, и им очень трудно ее восполнять, потому что она их держит. Убуждение. Да, да. Они выдуманные больше всего, и чаще всего это вот эта самокритика. Меня недостаточно, я недостаточно хороша как жена, как мать, как там нереализована. Вообще-то это свойственно женщинам, наверное. Да, вот выходит самокритик. Вообще самокритика и страх. В общем, она идет и делает. Нет, самокритика и страх, это, наверное, связано все-таки с нашими какими-то половыми различиями. Потому что женщины реально много боятся. Вот почему я это заметил. Женщина хорошо использует как риск менеджеров. Они в любой возможности видят риск. Мужчины в любом риске видят возможности. А женщины наоборот. Из-за этого дольше они живут. Я бы сказала, что я лично сама восполняю тем, что я каждое утро измеряю свое состояние. Сейчас во мне много радости или отсутствие радости. И у меня все практики направлены на восполнение себя радостью. То есть я иду и прогулка, музыка, хорошая книга. Там какие-то мои есть час-полтора личного времени ранним утром. А потом только я уже с этой радостью бужу всю свою семью и делюсь с ней с этой радостью. То есть самое у меня ключевое – фильтр. Я радостна или я не радостна? Витамина, кстати. Счастливая женщина и счастливая семья, да? В отношении радости, кстати, радости и счастья, у меня есть лайфхак с баги-туров. Я, когда первый день мы встречаемся, мы ужинаем, завтра баги-тур, и я как интро говорю про две вещи. Ребята говорю – управляйте своими ожиданиями, потому что мы двигаемся с точки А в точку Б. И как бы мы все не предусмотрели, мы все предусмотреть не можем. Поэтому управляйте своими ожиданиями. Второе – управляйте своим настроением. Потому что вы своим настроением… Черт с ним, если это было бы только ваше. Вы влияете на всех остальных. И даю лайфхак, как управлять настроением. Дело в том, что управление настроением – это чисто выбор. Когда утром просыпаетесь, первым делом задайте себе вопрос. Я этот день хочу провести радостно или как получится? И самое интересное, когда ты утром себе говоришь, я хочу этот день провести радостно, в течение дня, каждый раз, когда ты куксишься, ты вспоминаешь свой выбор и говоришь, я же выбор сделал провести день радостно, независимо от того, что сегодня случится. Ты такой раз, ты себе восстанавливаешь настроение. Поэтому я считаю, вот радость – это твой выбор. Если ты утром его не сделал, то в течение день сложишься как попало. Вот это как раз инструмент осознанности, когда ты себе говоришь, я решил провести этот день радостно. Интересно. Витамины еще. Вот… С точки зрения… Да. Ну вот это как к питанию, наверное. Витамины, да? Витамины. То есть можно сдать анализы, пойти и посмотреть как-то вообще на гормональном уровне. Потому что у тебя действительно реально может быть нехватка каких-то важных гормонов, веществ. И посредством вот из того, что сейчас… А вот смотрите, мы сейчас рассматриваем, что нужно делать, чтобы расширить потенциал энергетический, да? А, а не как восстановить. Это питание, Сергей сказал. Это сон. Восьми часов. Наверное, самое лучшее с десяти вечера до шести, да? Сон. Дамир добавил физические упражнения. Четвертое. Мы сказали, что с утра надо выбор делать в пользу радости. Плюс БАДы. Свежий воздух. Свежий воздух. Просто с вами ассоциация с воздухом. Нет, свежий воздух. Я бы еще добавил… То, что помогает вам выбрасывать правильные гормоны – это холодная вода, экстремальные виды деятельности, если это мужчины, экстремальные виды деятельности. Все равно мужик есть мужик. Ему надо что-то экстремальное чуть-чуть, чтобы выброс тестостерона, адреналина был. Потому что в тепличных условиях все равно будет не то. Что мы можем еще, чтобы расширить энергетический потенциал? Давайте для женщин специально добавим. Убирать напряжение с тела, максимально расслаблять тело. Вот прям для женщин. То есть спа, массаж, баня. Даже можно сделать йогу-нидру. Вот просто дома на 15-20 минут включить йогу-нидру – это тотальное расслабление тела. И после этого такой объем энергии повышается. Потому что очень часто в напряжение ходят, а из-за напряжения трудно восполнить энергию. Поэтому для женщин, например, нужно предписать – расслаблять тело. Короче, лайфхак такой, получается, что всегда ловите себя. Каждый раз, когда вы напряжены, вы теряете энергию. Вот это помните всегда. Соответственно, где бы вы ни были – на переговорах, выступаете, что бы вы ни делаете. Поймали себя в напряжении – знайте, что у вас там идет бешеная утечка энергии. Расслабьтесь, да? Да. Правильно? Хороший лайфхак. Прямо тело. Так, свежий воздух. Свежий. Хорошая детская книжка. Но, на самом деле, еще и, я думаю, окружение. Окружение. Да, хорошая компания единомышленников. Вот, например, у нас там тоже есть практика с бизнес-завтраки. Оттуда выходишь заряженный. Там вот мой одноклубник один говорит – давай вместе с ними в офис. Мы вот с ним офис вместе сняли. Потому что он говорит – блин, когда мы вместе тусуемся, что-то тут где-то у тебя подсмотришь, блин. И вот это реально заряжает. Поэтому, например, хорошее общество единомышленников. Это классно ты подметил. Недаром в народе есть такое высказывание – роскошь человеческого общения. Бывает такая ситуация, когда ты попадаешь в среду, когда ты общаешься и прямо до каждой клеточки кайфуешь. И вот это среда. Ты правильно очень заметил. Среда имеет большое значение. Она и на ментальном, и на духовном уровне. То есть, когда, например, твое окружение там состоит из верующих людей, тебе тоже ты на них смотришь и тоже хочется быть похожим. Потому что там, где говорят про Аллаха, туда спускаются ангелы, например. Да. Поэтому… Ты знаешь, к слову об этом, я сидел тоже, вот, имам, который вот с поклона горы Асхат. И я говорю, можешь мне подсказать… Али Аддинов, да, ты принял? Нет-нет-нет. Али Аддинов, он другой. Это не их родственник. Просто вот он… Ну, в общем, я с ним тоже как-то эфир проводил. И он там учился в Саудии, такой очень прям набожный, классный мужик. Я говорю, как ты поддерживаешь тонусе свою религиозность? Потому что мы знаем, что вера увеличивается, уменьшается. Я говорю, вот что ты делаешь? Какие практики? Вот именно как религиозный человек? Он говорит, я знаешь… Это вот к слову о контексте. Он говорит, я когда фаджр, как имам, провожу, я чувствую, что я себя ощущаю по-другому. Энергии больше. Когда, говорит, не провожу, чувствую энергии меньше. То есть контекст, да? Мелочь, казалось бы, которая… Плюс, он говорит, то, что я постоянно провожу уроки. То есть он вынужден, у него есть миссия, скажем так, даже если он не хочет, но он проводит. Он говорит, это для меня становится напоминанием. И каждый раз из-за этого, да, там, моя вера становится больше. То есть контекст, люди, какая-то практики дисциплинированной, которую ты делаешь, даже если ты не хочешь, но ты знаешь, что тебе это лучше для тела, лучше, там, для религии, это, в итоге, дает свой эффект. И то, что он говорит, конечно, напоминание. То есть, если с точки зрения религии сказать, это то, что… Раньше люди постоянно же поминали. Неважно, там, утро, день, вечер, они читали напоминания. И все вот, все эти вещи про энергию, про лень, про удел. Они все же это просили постоянно. И чувствовали себя по-другому, да. Вот иногда смотришь, думаешь, как вот они такую жизнь жили. Вот практиковали такие вещи. И вот с точки зрения окружения просто забавно, как быт, как он отражен, да, с точки зрения… Как это и в религии работает. В религии вообще ислам, я всегда говорю, что ислам — это одна из самых эффективных технологий проживания сельсивой жизни. Даже такой простой пример вроде предназначения. Мне говорят, в чем вот смысл предназначения с точки зрения эффективности. Я говорю, смотрите, если вы хотите жить счастливее, это в хадисах говорится, преимущество предназначения в том, что если у тебя что-то не получилось, ты говоришь на все в воле Аллаха и избавляешься от тревог или от самопоедания того, что у тебя не получилось. Да. В то же время ты уповаешь на Всевышнего и что в будущем, когда ты говоришь, иншаллах, получится, да, ты избавляешь себя от беспокойства за будущее. То есть основное разрушительное счастье — это сожаление о прошлом и беспокойство за будущее. И вот предназначение оно выбирает и то, и то. И ты знаешь здесь, если у меня не получилось, я не виноват, на твою волю Аллаха. Ты такой раз, чувство вины, говорю, а если бы я так сделал? Блин, надо было вот так сказать, если бы так сказал бы, то получилось бы. Блин, зря я тогда вот это ему не сделал. Кучу мыслей. А тут ты просто говоришь, на все волю Аллаха, не получилось, значит так и должно было быть. Все, списал. В то же время не паришься по поводу будущего слишком сильно. Ты говоришь, иншаллах, будет воля Аллаха. Но причину создаешь просто, да. Здесь, если к практикам добавить, вот если быть физические там, какие-то эмоциональные и так далее, над которыми фокус постоянно работает — это духовная. А душа же у нас, вот даже колесо баланса же есть, там же пишешь, там семья, там спорт и так далее. И всегда там есть духовность, и каждая духовность по-своему понимает. Для меня духовность, я понимаю, что у меня есть тело, которое требует пищу условно, да, вот питание требует. Но есть и душа, которая требует тоже пищу. Душа требует пищу — это знания. Когда я получаю знания, именно духовные знания, тогда я уже наполняюсь вот этой энергией. Вот не зря же, там пятикратный намаз, почему я к этому пришел, и я со временем начал задаваться вопросом, почему пять раз? И вот получил этот ответ пять лет назад. Почему пять раз? Потому что утренний намаз, он такой короткий, да, там два раката, ты только встаешь, ты только с мыслями собираешься. Самый длинный и долгий намаз — это обеденный намаз, да, это когда ты там в рутине бегаешь-бегаешь, и тебе нужно остановиться и подумать. У тебя останавливают подумать. Вот это, и, допустим, там асар, да, он такой короткий, и вечерний, когда ты должен весь день проанализировать. Не зря там было пять раз так сделано. И вот, ну вот последний год, я до этого четыре я как-то читал там автоматически, что-то изучал, и вот последний год у меня перешел какой-то на уровень осознания, духовности, вот сознания. И я вот год назад прописал дуа. У меня есть дуа такой прям мощный. Дуа — это мой инструмент. Когда говорят, что-то вы движете, я говорю, у меня есть дуа. Дуа — это вот, как перевести для зрителей? Молитва, да, известно. Молитва для зрителей, вот. И у меня в заметках только дуа есть по принципу, и в этом дуа я все проговариваю. И получается так, что, например, я там, у меня до обеда бывает такой раз, чуть негатив уходит, ход. Я раз себе на мысли ловлю хорошие все, иду на массы считаю, дуа делаю, и как будто у меня такое, знаете, вот убеждение, да, как можно сказать, такой купол, купол вот этого. Кокон такой. Кокон, да, и я такой, типа, бессмертный, я такой, у меня все дела. Потому что я там прописываю, там, о, Всевышний, там, всемогущий Аллах, там, лишь тебе поклоняюсь, там, тебя восхваляют, ну, там, да. Есть свой принцип, и там, дай мне нужных людей, дай мне нужную силу, энергию. И получается так, вот даже вот этот приведу Маглан Клич, я должен был пойти и давно познакомиться. Там на одно мероприятие пригласили, там, Арман Джамбайтаса пригласил, не получалось, Мухтаджакшу приглашал, не получалось. Потом мы должны были в Уральск 15-го часа полететь, вот, в составе вашей группы, там, Алмаз, я должен был все полететь, не получилось полететь. Потом меня на Кайдзен приглашали мероприятие, я был в Астане, не получалось. И я вот вчера сижу в мега-центре, и вот Несаврод мне вчера вечером пишут, я вот сижу и вот говорю, вот почему так Всевышний делает, что как будто я с Маглан Клич не встретился, может быть, не должно быть, что я сейчас должен встречаться. И просто вот реальная мысль такая была, через 7 минут, ваша помощница мне пишет, через 7 минут подкаст, я такой думаю, это фейк, что ли? Думаю, как так? Я только что 7 минут назад об этом подумал, ну, типа, вот, я еще вот так проанализировал, еще сижу там люди, я говорю, вот так, с Маглан Клич не могу встретиться, Уральск не пошел, Кайдзен не пошел, почему так? Может быть, не судьба? Они говорят, ну, не знаю. И тут через 7 минут, я говорю, смотрите сообщение, они говорят, как так? Ты что, шутишь, что ли? Я говорю, вот сообщение смотрите, я говорю, не выпуски. Я говорю, все, согласен, это, наверное, та ситуация, когда вот, когда мальчик тоненький корабль подпывает, да? Да, да. Там, Бог спасет, там, вот, типа, такой ситуации, наверное. Я говорю, не-не, я все дела сегодня откинул, говорю, нет, это вот, это, может быть, Всевышний проверяет, насколько мне это надо. Может быть, я могу на сала говорить, да? Может быть, наилучший способ знакомства Всевышний себе предупредил. Или наилучший способ знакомства, да, на какие-то можно больше и больше. Потом, ты знаешь, это же вопрос такой, я размышлял также о везении, что такое везение, да? Небольшое отличие от нашей основной темы, ну, существует два вида везения. Одно случайное везение, слепое я называю, а второе – везение закономерное, да? И вот у меня есть расшифровка слова «везение». Везение – это благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Так вот, в твоем случае, видишь, временное обстоятельство Аллаху лучше видать. Когда тебя познакомят со мной? Когда и где? Две еще временные и пространственные обстоятельства. Поэтому, видишь, во всех других ситуациях было бы не то. Что-то не сложилось бы. Вот, даже вот не совру, вот видите, у меня, задайте мне нужных людей для достижения цели, вот, о всемогущей, вот. Все, я его пять раз в день читаю, это моя практика. И там есть такой момент, там у меня последний момент, вот, чтоб не соврать. Вот, есть последний момент, видите, благодарности. Благодарю Всевышнего за милость, за очередной день и так далее. И вот благодарность, я как-то до этого делал это. Есть же даже практики психологии, там, на своем языке преподают, там, пишут у них благодарности. Это же все с религии взято же. Да. Потом уже перефразируют по-своему, и уже появляются, там, психологи, условно, да. Сейчас психологи не захейтят меня. И получается, к чему я рассказываю? К тому, что там есть благодарность. И вот, когда я благодарю, у меня внутри, вот, знаете, такое внутреннее, какая-то радость, щепетение происходит. И я такой, о, благодарю, там, за очередное знакомство. Я прям, это, радостный. И просто я понял, что чем больше благодаришь, чем больше появляется поводов для благодарности. А, да, абсолютно четко, хорошо ты подметил. И что ты, что человек, ты становишься благороднее. Ты же Всевышнего благодаришь. Потому что есть же такой даже хадис, да. Вкратце расскажу. Может быть, подправите, не подправите. Шайтан подходит Всевышнему. И Всевышний его хочет отправить в ад. Ну, вкратце расскажу, по-другому, в ад отправит. И шайтан говорит, не отправляй меня в ад. Отправь меня на землю. Я покажу, что твои люди грешны. Он говорит... Ну, это ли в Коране, да? Да. Я, говорит, я знаю, что они грешны. И, да, их даже Пророкс, алейхи и асалям, самый идеальный человек, был грешным. Ты думаешь, они не будут грешить? Но знай, говорит, я буду их прощать до тех пор, пока они будут у меня просить. От слова просить ключевое. И вот просить что? Вопрос. Я прошу с первых, там, нужных людей. А потом еще и благодарю. Не так, что я, типа, только забираю. А благодарю, что вы мне это дали, и не забываю. И вот эта благодарность... Причем, что это, знаешь, как ответил же? Он говорит, ты увидишь, что многие из них окажутся неблагодарными. Это, да, вот, в суре то, что сам дьявол говорит, что ты, говорит, многих из них найдешь неблагодарными. Ну, вот, да. Вот хороший ты подметик. Благодарность очень сильно расширяет энергетический потенциал. Вот это точно. Когда ты, чем больше ты благодаришь, тем больше ты наполняешься энергией. Конечно, но представьте, негативщик, он же не будет благодарить. Вот это свойство негативщиков-нетиков, они не благодарят никого. Вот. Никого. А вы благодарите и Всевышнего, и людей, окружение вокруг, команду, всех. Заметьте такую вещь, в успешных странах, когда выходят к микрофону выступающие, будь то Оскар, вручение, будь то Гремми и так далее, у них 80% речи – это благодарность. Благодарю, там, вот, благодарю маму, благодарю папу, благодарю, там, дочь сына, благодарю оператора, благодарю еще, благодарю это, ну, и думаешь, ну, к речи переходи, мужик. Я захватил. А у него практика. Все, спасибо. По ушению энергии. Все, спасибо. Расширение энергии. Вот, есть еще такой агрегированный критерик, где говорят, что уровень развития нации определяется уровнем доверия в обществе. И второе – это уровень благодарности. Вот доверие и благодарность – это те показатели, которые в целом повышают общество. Если хотите, чтобы мы жили в хорошем обществе, то, прежде всего, обращайте внимание, дорогие наши зрители, именно на эти вещи. Это общеселовеческие вещи, они помогают всем и наполняют энергией всех. Даже когда человек благодарит, хочется ему что-то больше сделать, вот хочется с ним общаться, вот, сразу вот это, к нему открывается даже вот. Одно из, знаете, человек неблагодарный нарушает один из главных принципов вообще мироздания, он принцип справедливости нарушает. Это карается на всех уровнях, будь того, хоть карма, хоть на душе, на духовном уровне, хоть на физическом, на денежном и так далее. Поэтому не будьте неблагодарными. Мы с нами про это в Куране просто на каждой странице. Не будьте неблагодарными. Это всё самое такое плохое, я считаю, которое есть. И так, смотрите, Марком, чтобы быть благодарным, например, нам, казахстанцам, нам нужно съездить в Индию. Вот после Индии ты приезжаешь и понимаешь, что мы в Алма-Ате, в Казахстане, в раю живем. Ну, это правда. Ну, это, знаешь, условно, не смотри на тех, кто выше, а смотри на тех, кто ниже, чтобы все напомнить. Ты должен тоже понимать, и туда смотреть, и сюда смотреть. Да. Хаитить будет, когда не с чем сравнивать их. Ну, потом, здесь же вопрос такой, что не даром в исламе поощряется путешествие. Когда человек, когда путешествует, он смотрит на мир Султаном Аллахом, видит другие миры, другие нации, другие страны, у него более объективная картинка, у него больше поводов для благодарности. Мне вот здесь цитата нравится. Человек путешествует не потому что богатый, он богатый, потому что путешествует. Классно. Я у тебя её... Супер. И вот богатство все понимают именно в деньгах. Ну, богатство же разное же. Духовное, ты смотришь что-то, да, ценишь, начинаешь вот сравнивать именно богатство. А многие это финансово это видят. Хотя богатство, на самом деле, это же большое слово в плане там духовности, там, ценностей каких-то. Итак, друзья, у нас тайминг. Мы можем говорить, конечно, очень долго. Тем более, тема энергии, она такая... С одной стороны, это очень вкусная тема. А с другой стороны, она настолько обширная, что, ну, не удаётся поместить в рамки, там, подкаста и так далее. Здесь мы, как бы, больше дали пробник, вот, как сыры дают, там, попробовать с зубочистками, там, попробовать, попробовать. Разных сортов, вкусов и так далее. Также мы сегодня потрогали эту тему со всех сторон. Мы, может быть, её полностью не раскрыли, но мы её потрогали, подегустировали, дали вам подегустировать. Тема очень вкусная, тема очень большая, обширная, о ней можно говорить и говорить. Но я даю маленькую надежду, что вот наши подкасты будут таким зерном или закваской для ваших разговоров на кухне. Вот это очень важно. Вы тратите очень много времени впустую, говоря на кухне о политике, о том, какое будет следующее решение Путина, что там с войной и так далее. Прекратите обсуждать то, что не находится в вашей власти. Это, кстати, один из огромнейших источников потери вашей энергии. Когда вы говорите и переживаете за то, что не можете изменить. Лучше займитесь конкретными вещами. Вот в данном случае, вот мы говорили об энергии. Соберите своих друзей, соберите членов семьи, пообсуждайте про энергию, пообсуждайте, кто на чём энергию теряет. Сами даже можете сесть с бумажкой и подумать, какие люди у вас забирают энергию, какие ситуации забирают энергию, какие действия забирают энергию, в какое время у вас наибольшая потеря энергии и так далее. Вы даже можете сами сидеть и размышлять над этой темой. И эта тема, она благодарна, она вас отблагодарит и вы приобретёте дополнительную энергию. А все успехи в этой жизни зависят напрямую только от энергии. Потому что, повторюсь, я много раз говорил, что я видел много успешных людей. Среди них я видел много неумных, но ни одного не видел неэнергичного. Все успешные люди, все энергичные, но не все успешные люди умные. Поэтому не переоценивайте ум и не недооценивайте энергию. Займитесь своей энергией и будьте успешны и счастливы сегодняшним нашим спикерам. Большая благодарность, что приехали, пришли, отозвались, поговорили. Мне было очень приятно с вами побеседовать. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok